Значит, у нас новый покой. И сегодня я хотел поговорить с вами, не анонсировал никакую тему, по одной простой причине. Мы ездили в город-герой Иерусалим. Сегодня, что мы там делали, мы там снимали фильм про Иерусалим. Все просто. Просто снимали несколько завесовок. Получилось интересно, получилось красочно и очень жарко. Но, тем не менее, сегодня я хотел поговорить. Смотрите, когда Бог показывает один раз, второй раз, третий раз о каких-то вещах, сначала через Слово Божие, потом через всякие, знаете, Бог с Баларамом говорил через ослечь. Бог с Сионой говорил через язычников. Это почему? Потому что в то время Фейсбука делал. Если бы в то время был Фейсбук, Бог бы прокомментировал наши посты и начал бы с нами разговаривать. И то, что вы знаете, мы такие посты иногда пишем. И вот есть такие группы христианские, в которых пишут посты, иногда читаешь их хоть стой, хоть падай. И хуже, конечно, того, что... Ну, ладно, когда христиане со всего мира пишут различные посты про евреев, узнают, пытаются что-то понять, это ладно. Люди ищут, должны быть разномысливы все, это хорошо. Но когда наши местные евреи начинают обсуждать наших же местных евреев, причем обсуждают как бы люди, которые вступают в перепалку друг с другом, соответственно, верующие иудеи с верующими христианами, начинается вот это вот, и я всегда задаю один вопрос. Вот хорошо, ты сейчас этот пост или этот комментарий написал, а как в нем Бог прославился? Вот ты же для чего-то пишешь этот комментарий, ты кого пытаешься прославить, себя или Бога? Ты либо давай конкретные ответы на вопросы, я просто себя каждый раз сдерживаю. Вот одна из моих знакомых, пастор Яна из Малот, она говорит, она писала вот такой пост, а бывает такое, что хочется кому-то ответить в комментарии, и ты берешь паузу, делаешь кофе, а потом просто уже ничего не пишешь, я говорю, бывает, я уже просто даже кофе не делаю, просто не пишу и все. А бывает, что хочется ответить, и не потому, что хочется прославиться, потому, что я знаю, что за такой комментарий все равно забанить. Знаете, да? Хочется просто дать правильный ответ на основание писателя. И вот недавно, грубо говоря, схлестнулись с некоторым иудейским давлением, такие верующие иудеи начали доказывать, что евреи – это нация, которая заработилась в Египте. Это мне евреи рассказывают, понимаете? Евреи, которые ходят в синагогу, читают Дору, прославляют Бога евреев. И они рассказывают, что еврей, как нация, как народ зародилась в Египте. Ну, бывают. Нет, это Рамзесса, наверное. Вот. И там же доказывают, что в рабстве они были 430 лет. Это не важно, что написано в Торе, что они 430 лет были в рабстве. Главное, что сказал Раша. А Раша сказал, что они были 230 лет в Египте. Почему? Потому что вот так вот Гематрия говорит, что 230 лет, а не 430 лет. Это самое главное. Не важно, что Бог говорит. Главное, что Гематрия говорит. И вот один, скорее всего, может быть, молодой верующий иудей, может, молодой верующий христианин из местных, из изыглитян, за вопрос, а кто такие евреи же? Как они на свет-то появились? Откуда они? Вот в этом же, в этой перебалке словесной. Удивительно, меня не забанили в этой переписке. Я просто перестал отвечать на все эти комментарии, потому что начали же вопросы конкретные. Типа, а, значит, Раша не читаешь, типа, сам дурак. Такого прочего. Ну, знаете, когда аргументы заканчиваются, переводят на личности, это нормально. Я перестал отвечать просто. А этот вот парень пишет, он мне сейчас написал, он из Москвы. Он не изыглитянников. Он написал мне письмо. Кто такие евреи, чтобы я ему объяснил? И вот это было второй раз, когда я столкнулся с этой темой. Первый раз, когда я читал Библию, я, как бы, задался таким вопросом. Вот много раз слово евреи употребляется в Библии, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. И я хотел просто проследить, ну, может быть, опять же, я никогда на это не обращал внимания, а сейчас обратил внимание. Каким словом обозначается слово евреи, и каким словом обозначается слово югий? Разные понятия и разные слова. То есть, не везде, где написано еврей, подразумевается иудей, и не везде, где написано иудей, подразумевается еврей. Очень интересный момент. И это было первый раз, когда я отобрал внимание. А второй раз вот с этими комментариями. Третий раз сегодня. Сегодня шли по Иерусалиму и рассказывали один другому. Таня просто была занята записыванием своего текста, а я прислушивался к тому, что вокруг. Говорили, если не хочешь ли, два еврея, местных, хасиды какие-то, но необычные, как их мы видели, такие очень лощеные какие-то, говорили с жутким акцентом на английском, ну, английским акцентом, но на иврите. И один другому говорит, они, конечно, говорят, евреи, но не иудеи. И я подумал, а как так может быть в понятии хасида, что человек еврей, но не иудей? Потому что по современным галактическим постановлениям тот, кто не еврей, или тот, кто не иудей, он уже автоматически не еврей. Потому что тот, кто иудей, он автоматически еврей, даже если он принял еврейство. Я задумался, сколько времени на эту тему думаю, почему вообще такие возникают сейчас в последнее время вопросы. И я решил проследить эту тему, я вчера вот начал, сегодня не зря начал. Мы с вами пройдемся по некоторым местам Либлии, можете за мной следить, можете не следить, я вам прочитаю некоторые места из Либлии, которые говорят о нашем Боге, которому мы верим, как о Боге последовательности, во-первых. Во-вторых, о Боге поколений, о Боге, который призывает к верности, и о Боге, который конкретно описывает, кому Он Бог, не мы говорим, Он мне Бог или Он мне не Бог, а кому Он Бог, а кому нет. Представляете себе, да? Хотя мы говорим, что Бог Он всемогущий, Он Бог всего, но Он говорит, вот этим Я Бог, а этим нет. Но при всем при этом, Он везде подчеркивает, что Он все равно Бог всего. Удивительный вопрос, как и еврейство, удивительный вопрос иудейства, на сегодняшний день почему-то поднимается очень многое, мы с вами говорили уже на одной из проповедей, о том, что многие заблуждаются, сегодня очень многие рассказывают об иудейском учении, хотя иудейское учение к еврейству и посредственное отношение. И вот давайте мы с вами разберем, кто-то такие евреи. Сразу говорю вам, что поскольку у нас смотрят и за границей тоже, и скорее всего, наши заграничные братья и сестры, вы не знаете еврита, и это нормально, это на спасение не влияет, хотя говорят, что в районе на русском никто не говорит, но я не верю. Бог создал языки, Он их смешал, Он все понимает. И там, где Он их смешал, я думаю, там Он их и объединит. Ну, то есть, Он смешал в Вавилоне, объединит их на едественном царстве, где мы идем, и вы понимаете, мы же сегодня в духе понимаем, наши братья, вы все разограницы, правильно? Когда они молятся. Так вот, слово иудей переводится, на иврит, как еруди. Откуда оно появилось, это слово? Вы помните, что было, я просто говорю, вот такую экскурсную историю небольшую, чтобы было понятно, потом о чем мы читаем. Когда царство при внуке царя Давида разделилось на поле, то есть на израильское, не на иудейское, после этого было много войн, и были изгнаны отсюда евреи в Вавилон, вернее, уведены в плен. И их там называли кого-то евреями, а кого-то иудеями. Почему их называли иудеями, а не евреями? Или почему от них называли евреями, а других иудеев? Когда анализируешь писание, я понимаю, что евреями называли всех, а иудеями называли только тех, кого привели в плен из иудейского царства. Потому что, когда их спрашивали, откуда они, тогда язык, ближний у нас только был арамейский, они все понимали арамейский язык. Не надо было переводчик, чтобы разговаривать с именем худоносов. Они понимали арамейский, и когда их спрашивали откуда, они говорили, мы из иудеев, то есть мы иудим. Иудей. Не в смысле, что вера у них иудейская. То есть те, которые были не, по сегодняшним меркам, это где-то хедера и выше, севернее, они тоже верили в того же Бога, поклонялись тому же Богу, ходили в тот же Иерусалим на поклонение, но почему-то были другой верой, другого царства. Так вот, евреями называли всех, кого выгнали отсюда из земли Ханаанской в Вавилон, а иудеями только тех, кто из иудейского царства. История повторилась при изгнании евреев отсюда во времена римлян, когда их спрашивали, вы кто, а вы же помните, что иудеи почти все вернулись из Вавилонского плена, а иудеяне не все. И начинали спрашивать, кто вы, и говорили, мы, откуда вы, из иудеи, соответственно, кто? Иудей. Поэтому в Новом Завете на греческом языке написано «юдаюн», то есть «иудей». Там не написано «евреи», хотя в некоторых случаях написано «ебраю», то есть «евреи». Но это относительно тех, на каком языке они говорили. Удивительно. Потому что в Ветхом Завете, наоборот, те, кто говорили на иудейском языке, они были в основном из иудеи, а те, кто говорили на арамейском, были все остальные. Ну, неважно. По факту, иудаизм – это новая религия, которая зародилась во II веке н.э. Она никакого отношения не имеет к религии, к вере в единого Бога, к поклонению, которое было здесь во времена Иисуса Христа, и здесь было два варианта служения богам. Единобожие, то есть поклонение к единому Богу, создателю неба и земли, верховному Богу, который назывался Эль, и он был богом евреев, сейчас мы поймем, почему он был богом евреев. И второе было поклонение богам – это язычники. Кто такие язычники? Это из тех, кто из разных языков. Не в смысле, что они языку поклонялись, да? Они, потому что из разных языков. Лишонот ве амин – это те, кто разговаривали на других языках. Поэтому они называются язычники. В принципе, это идолопоклонники, то есть они поклонялись каким-то идолам. Кто-то физическим идолам, кто-то несуществующим идолам. Например, в римской, простите, греческой мифологии были такие боги, как Посейдон, как Севс. Их не было видно, но они были у них, да, и они поклонялись. То есть, короче говоря, был многобожий идолопокосца и был единобожий. То есть тем, кто вернул единого Бога, создателя неба и земли – это бог евреев. Откуда все это пошло? Все пошло с одного единственного человека, которого мы все хорошо знаем. Мы о нем говорили. И звали его как? Авраам. Совершенно верно. Звали его Авраам. И Авраам, он был выходцем откуда? А? Из Ура Халдейского, совершенно верно. Он не был родом из земли хананской или земли израильской. Соответственно, когда говорят, что родина евреев – это Израиль, это неправильно. Родина евреев – это Ур Халдейский. А страна исхода, соответственно, может быть Египет, страна исхода может быть Советский Союз, страна исхода может быть Америка, страна исхода может быть Франция, Германия и так далее. Понимаете, в чем разница? Откуда человек родом, то есть откуда родом его предки? Мы все родом из Ура Халдейского, из города Бесов. Ур Каздим, в переводе с иранвейского – это город Бесов. И очень интересный момент, что мы все фактически на каком-то этапе перед покаянием вышли из какого-то города Бесов. Наша плотская родина там, в этом городе Бесов. Мы пришли в отделенное Богом место, которое называется, ну, в кавычках Ханан, для нас. Мы пришли в то место, которое Господь нам обещал. Заем уже текущим молоком и медом. Через Авраам. И вот был такой человек, позвали его Авраам, и он был первым евреем. Почему он назван еврей? Не знаю почему, но так получилось, что скорее всего слово «еври» не смогли. Это второе слово, которое мы сегодня учили. Первое у нас было «иудей», да, человек из «иудей». И второе – это слово «еври». Слово «еври», скорее всего, не смогли перевести на никакой другой язык и перевели его на русский язык как «еврей». А слово «еври» означает «перешедший» или «переходящий». И до сих пор в «еврите», кстати, откуда слово «еврит»? Язык евреев. «Иврит» – «еври» – «еврит». «Руси» – «русит». «Иврит» от слова «еври» – это язык евреев. И Авраам во первом евреем написано об этом в 14 главе 13 стих «бытия». Написано, когда схватили его племянника Лота и увели его в плен, пришел один из уцелепших и известил Авраама еврея. Там написано «Авраам еврей», жившего тогда в Дубравом Амре, амаритянина, брата Эшколы, брата Амеру, которые были союзниками Авраама. То есть, первым евреем был Авраам. И он был единственным евреем, у которого жена была еврейка. У всех остальных жен евреев не было. Удивительно, правда? До сих пор евреи – национальные суставы на матери, а ни у кого из наших праотцов не было жены еврейки. У Авраам. Нормально, да? Зато пытаются поменять его возвращение. Окей. Авраам был евреем. И, как мы помним, Бог пообещал Аврааму что? Землю, детей и благословения. Ну, землю, предположим, он ему показал. Он ее увидел. Что с детьми? Представляете, моему уже девяносто лет. Сара никак не может забеременеть. Печаль? Он решает Богу помочь. Помните, да? Я сотворил кого? Измаил. И вместо того, чтобы Богу изначально говорить «Я Бог евреев», ему пришлось теперь говорить в следующем месте Писания. Это Утие 26 глава, когда Исаак был в бегах. Он говорит, до ночи явился ему Господь и сказал «Я Бог Авраама, отца твоего». Не Бог евреев. Потому что Измаил тоже фактически еврей. Он же был рожден от кого? От Авраама. Он значил еврея. А дети, которые были рождены от Хитуры, они же тоже евреи. Ну правда или нет? Но почему-то здесь написано, что он явился не им, не Измаилу. Он явился именно Исааку и говорит «Я Бог Авраама, отца твоего. Не бойся, я с тобой, я благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, отца раба моего». Удивительно, правда? Что он не пришел к Измаилу, он не пришел к детям Хитуры. Их было гораздо больше. Их было 14, если я не ошибаюсь. Помните, когда умерла Сара, Авраам еще раз женился и народил там кучу детей вдруг. 14 детей. И он пришел не к ним, он пришел к Исааку. Почему? Потому что у Бога есть свои планы. И теперь он Бог Авраама и Бог Исаака. Но это все еще не Бог евреев. Все еще не Бог. Он не называет себя Богом евреев, он говорит «Я Бог Авраама и Бог Исаака». То есть он позиционирует себя сейчас как Бог последовательности поколений, которые он запланировал. Помните, он говорит в Писании через пророков, он говорит «Мои мысли не ваши мысли и пути мои не ваших путей». То есть у него свое, а мы пытаемся все время свое. Дальше. Следующее местописание – это уже явление Якова. Сколько детей было у Исаака? У Исака. Вспоминаем. Вспоминаем, сколько было детей у Исака. Два. Другие варианты. Ответ принят. Внимание, правильный ответ. У Исаака было двое детей. Одного звали как? Исааф. Исаафа. Второго? Яков. Что такие затрудненные ответы у вас? Я не понимаю. Вы не на игре, он хочет стать миллионером. Здесь можно ошибаться. Я поправлю, если что. Так вот, одного звали Исааф, другого звали Я. Совершенно верно. И дальше интересный момент. Исааф проявляет себя как какой-то нетерпеливый, какой-то голодный постоянно, какой-то злой и агрессивный. Хотя ему по наследию, по правилам должно было достаться все, что принадлежало Исака. Почему-то он продает свое первородство за похлебку. И все наследует Яков. Как бы понятно, что Яков, не зная этого, прибегает к обману. Но поскольку, поскольку он уже купил первородство у Исаафа, он мог получить это совершенно спокойно. Он мог сказать, папа, извини, но у меня вот облигации на сумму одного чечевичного супа. Первородство мое. И как бы Исааку это не нравилось, он все равно вынужден Богу благословить его. Но он этого не сделал, он все-таки пришел к нему обману. И вот в 28 главе, когда Яков уже находится на земле, по которой он бежит к своему тесте будущему Лавану. И вот Господь стоит на ней и говорит, на лестнице имеется в виду, Я, Господь, Бог Авраама, Отца твоего, и Бог Исака, землею, на которой ты лежишь, я дам тебе потомство твоему, и будет потомство твое, как песок земной. Он распространится к морю, к востоку, к северу, к полудню, и благословятся в тебе, в семени твоем, все племена земные. И вот Я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, до корня не исполню того, что Я сказал тебе. И дальше, исход третья глава, когда Бог является кому? Моисею, да, и Он представляется как кто? Давайте посмотрим. Он сказал, я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова. Напоминаю, сколько детей было у Якова? Тринадцать. Тринадцать. Женщины, девчины. У него еще кто есть, Бог? Дина. И все? Все, что там мы пишем, написано. Не считая женщин и детей. Так вот, не считая женщин, у него было двенадцать детей, а считая женщин, тринадцать, у него была еще кто есть, Дина. Помните? Из-за которой колено Беньяминова с леви порезало целый город. Помните? Так вот, он говорит, я Бог Отца твоего, Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. То есть, он представился как тот, о котором говорили предки Моисея. Сколько у Моисея там было предков в Египте? Если мы говорим о том, что Моисей встретил Бога в возрасте восьмидесяти лет, из четырехсот тридцати, когда евреи были на земле египетской. Другое говоря, сколько? Скажем, пять. Пять предков. Скажем. Может, по четыре, я не знаю, нету жизнеописания Моисея. Скажем, пять предков. То есть, пять предков передавали друг другу информацию о том, что есть Бог Авраама, Ицхака и Якова, который вместе со своей семьей с двенадцатью детьми вошел в землю египетскую во времена фараона, того, который знал Иосифа, для того, чтобы покушать. Они пришли в Египет покушать и подзадержались с них, и подразмножились. Ну так? Они же пришли туда не жить, они пришли туда покушать, но задержались. Мы склонны, как и все остальные евреи, задерживаться в том месте, где нас кормят. Только вы смотрите, что происходит. История повторяется. В Египте евреев сначала хорошо кормили, потом их перестали хорошо кормить, их начали эксплуатировать, а потом их вообще сделали рабами. Помните? В Европе сначала евреев хорошо приняли, потом их перестали кормить, потом их всех собрали в кетто и потом шесть мирных уничтожили. В Османской империи то же самое. Султан Сулейман всех евреев позвал, дал им просто шикарные условия жизни, но потом умер Султан Сулейман, а дети его перестали так любить евреев. И начались гонения на евреев на территории Османской империи. История повторяется. Там, где евреи задерживают руси. Хотя Бог сказал, я дам тебе какую землю? Эту. А они почему-то, потому что туда не содержались на 430 лет. Но мы сейчас не об этом. И смысл вот это в этой цепочке, которую я пытаюсь вам сейчас выстроить, она в том, что Бог все-таки, он Бог евреев. Но дело в том, что по дороге евреи Авраам, потом Ицхак, потом Исаф, потом Яков, возможно, ну не Яков, а Иуда, по большей части, делали много всяких нехороших вещей, которые не входили в планы Божьи. И поэтому он не мог сказать, я Бог евреев. Не мог сказать. Потому что тогда, на тот момент, от евреев слишком много в сторону ушло. Измаил, дети Хитуры, Исаф, у Иуды там какие-то дети были тоже на стороне. И они не были евреями. Не были. Теми евреями, чьими Бог хотел быть Богом. И, в конце концов, когда мы уже пришли в более поздние времена, совсем поздние времена, мы с вами читаем следующее. Когда Бог является Моисеем, то есть Яков умер, Иосиф и поколение его братьев умерли. Еще, скажем, четыре поколения до Моисея размножились, сколько мы там считали? Шестьсот тридцать тысяч человек, не считая, что женщина детей выходила из Египта, да? То есть из семидесяти шестьсот тридцать тысяч только мужчин. Теперь, Моисей, вот эти люди, должны были выйти вот с этим составом всем из египетской земли. И Бог посылает Моисея к фараону. И вот, что он говорит, вот интересно, это первый раз, когда это звучит. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, и старейшины Израилева, к царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, первый раз, он говорит, что он Бог евреев, Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на третий день о пути, чтобы привести жертву Господу, Богу нашему. То есть, Бог конкретно теперь отделяет, есть Бог евреев, и есть все остальные. То есть, все, кто не поклоняются Богу единому, Богу Авраама, Исхалка, Якоба, это уже становятся все остальные. Значит, это за пределами царственного священства. Но Моисею пока это не донесено, ему говорят, иди и скажи, Бог евреев так распорядился. Не Бог Авраама, Исхалка, Якоба, а Бог всех евреев, находящихся сегодня в Египте. А тогда других евреев не было. И я когда проследил за тем, какое слово используется здесь, используется слово «евреим». Во всех этих местах писания, о которых я говорил, последнее место писания, которое я мечтал, это был исход 3 глава 18 стих. И когда мы проходим уже дальше, если мы с вами минуем эпоху судей, минуем эпоху царей, придем к эпоху пророков, то мы увидим, что Иона, самый такой противоречивый пророк, он говорит следующее, когда его допрашивают, кто ты, кому служишь, кому Богу поклоняешься, вопрос устраивает ему капитан корабля, да? И он ему говорит, и он сказал, я еврей, там не написано «иуди», там написано «евры», то есть «я еврей», это Иона, 1 глава, 9 стих. «Чту Господа, Бога Небес, сотворившего море и сушу». Я уже неоднократно об этом говорил, я повторю еще раз. «Все идолопоклонники того времени очень хорошо знали иерархию Богов». Я не буду сейчас углубляться в эту теологию, потому что это очень серьезная тема, но тогда существовала иерархия Богов, которая, как бы, еще раз говорю, я не утверждаю, что это правда, я не утверждаю, что это неправда. Но есть теологи, которые говорят, что в Библии есть подтверждение пантеону Богов. Помните, есть место Писания, Псалом, один где написано, «Сказал Господь в сонме Богов», или «стал Господь в сонме Богов». И Богов написано с маленькой рукой, а Господь с большим. То есть, было такое понимание, что есть Верховный Бог, Создатель всего, в том числе и Богов, которые были на территории разных стран. И каждый из этих язычников покорялся своему собственному Богу. Поэтому, когда его спросили, кто ты, какому Богу служишь, они хотели понять, кому за него жертву принести надо. А он говорит, «Я еврей». И тогда все, написано, ужаснулись. То есть, помните, они все ужаснулись, все принесли свои жертвы быстренько, обеды, открестились от него, потому что они знали, что его Бог – это Всевышний Бог. То есть, Высший Его Никон создал всех остальных Богов. «Эль» – это, по тому пониманию пантеона Богов, это самый-самый-самый, все, другого Бога. Он Бог Бог Богов. Бог Богов. И он говорит, что я этого Бога чту. И он говорит, привезите меня в жертву. Пересмотрите, что происходит. Если мы с вами проследим цепочку еврейства, то евреи – это те люди, которые поверили Богу и пошли за ним. Но ведь это же так, если мы берем только Авраама, Ицхака, Якова. Они поверили Богу и пошли за ним. То же самое было с евреями в Египте. Они поверили Богу и пошли за ним. За огненным, за столом. Другое дело, что они форчали, роптали, но, извините, это национальная черта. Но они пошли за ним. Иона не пошел за ним. Он пошел от него. Но все равно пришел туда, куда Бог сказал ему пойти. Интересный вопрос, правда? Бог Израилу сказал, тогда евреям он сказал, не возвращайтесь в Египет. Но что он имел в виду по словам Египет? Территориально Египет? Или любое рабство, которое могло бы их затянуть под видом еды, под видом хорошего образа жизни, под видом спокойствия? Скорее всего, это он имел в виду. Понятно, что были изгнания, понятно, что были захваты в плен. Но не было никогда больше случая, когда евреи захотели бы добровольно покинуть свою землю в полном составе, куда-то уйти. Нет, были, конечно, люди, которые жили за пределами Израиля. Это те евреи, которые жили в тогдашней Греции, в тогдашней Римской империи, в тогдашней Малой Азии, в Вавилоне, кто остался. Им привычнее было там. Но добровольно никто отсюда никогда не уходил, потому что они помнили слова Бога. Не уходите в Египет. Аминь. И вот давайте теперь поговорим о праведности. Бог рассказал Аврааму какие-то вещи, которые Авраам должен был знать о своем наследии, о своем благословении и о своей земле. И написано, 15 глава Бытия, 6 стих, Авраам поверил Господу, и он вменил Нему это в праведность. То есть, фактически, мы оправданы только тем, что поверили Богу. Он говорит, я тебя приведу. И он говорит, потом уже в послании к евреям, что написано? Написано, вера, тут написано, поверил же Богу, да? Вера, есть осуществление ожидаемого, осуществилось ожидаемое, если вы сегодня смотрим назад, да? Но второе есть условие, и уверенность в невидимом. Тогда Авраам еще не знал, что у него будет сын Ицхак, у которого будет двое детей, и один из них станет любимцем Бога, Якова, но он даже ими поменяет. А у того будет 12 детей, а у того будет потом 630 тысяч, которые выйдут из Египта, это не считая женщин и детей. А потом у нас станет, как сегодня, 19 миллионов по всему миру, и мы все евреи. Мы евреи по генам, наследники Авраама. Но есть еще и другие евреи, перешедшие гены, уверовавшие, услышавшие голос Бога и перешедшие из города Бесов, в котором они находились до этого момента, в землю обедованную. И это те люди, которые приняли Бога Авраама, Ицхака и Якова как своего Бога, поверили Ему, это вменилось им в праведность, и они теперь евреи не по генам, а как написано в Писании, в послании к евреям, они евреи по вере Авраамовой. И получается, что евреев на самом деле достаточно много евреев, но не иудеев. Их достаточно много. И когда сегодня этот вот Хасид сказал, говорит, они, конечно, евреи, но не иудеи, это значит, у них появилось какое-то понимание, что есть большая разница между евреем, потомком Авраама, и иудеем, который говорит, что я иудей, ходит в стене плача, наматывает на себя иудеи иудейские традиции. Малахия, первая глава со второго пятой стихи. Длинное место, но тут есть очень важный момент, я немножко разрослый. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Это он говорит евреям через пророка, тогда, я напоминаю, не было иудеев, были евреи. Не брат ли Исаав Яков, говорит Господь, и однако же, я возлюбил Иакова, а Исаава возненавидел и предал горы его отустошению и владению его шакалом пустыней. Если Едом скажет, мы разрознены, но мы восстановим разрушенное, то Господь Силов говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда, и увидит это глаза ваши, и скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля. Почему он здесь говорит про Исаава? Помните, что произошло с Исаавом? Бог мог стать Богом Исаава, если бы тот не продал свое первородство. Мы, услышав голос Бога, оказавшись в семье великого царя, не можем продать свое первородство. Иначе с нами произойдет то, что произойдет Сесава. Произошло. Написано, что все, что не произойдет, все, что не сделают, он создаст, но Бог разрушится. Потому что это будет прозвано землей нечестивой. Мы не можем продать свое первородство. Мы, каждый из нас, ведь у Бога нет внуков. У него есть только дети. Если мы сейчас отказываемся от своего божественного отца, ведь дальше тут в том же месте Писания, чуть дальше написано, я уже понял, как это звучит, он говорит, но не почитает ли сын отца, не почитает ли раб господина своего, так если я отец, где почтение ко мне, он говорит. Бог отвечает евреев. И когда мы, будучи верующими людьми, неважно, кто вы сейчас, еврей по пакьянам или евреям поверит, если ты сейчас не почитаешь своего отца должным образом, не становишься ли ты Исааком этого. И когда в твоей жизни происходят какие-то разрушения всего, что ты настроил, не нужно ли вспомнить о том, что Бог говорит, я возненавидел Исаака за что? За то, что он был весь волосатый? Нет. Или за то, что он был красный? Нет. За то, что он свое первородство продал. Он настолько не почитал отца, что отказался за похлебку супа от всего, что мог наследовать в своей жизни. Всего. А он, кстати, был плодовитый товарищ, не донатый. Исааком. Но он этого не сделал. Он отказался. Фактически это был другой уход в Египте. Тогда еще не было того ухода в Египте. Это был другой уход в Египте. Он за похлебку супа отрекся от всего. И это очень показательно. И он, смотрите, Бог же ведь не погубил Исаак. Он не убил его. Исаак продолжил жить и размножаться. Большое царство и дом, князья, огромный, до сих пор роман и орданиевский. Но написано, все, что они построят, я разрушил. Таня, ты была в иорданиевский. Идару. королевство. 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 А состояние, как средний век. 21 век. Государство, которое вкладывает деньги в образование своих людей. Разруха. Это и дом. Это было обедовано за 2400, 2600 лет до сегодняшнего. Мы, как евреи, неважно по генам или по вере, не можем ради похлебки супа отказаться от всего наследия. Смотрите, чего лишился Исаак. Представляете себе, чего лишился Исаак ради одной похлебки супа. И это не есть оправдание. Оправдание-то вера. Римлянам, 4 глава, 16 стих, 16-17. Итак, поверим, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложено для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил жертву, животворящим мертвых и ненавидящим несуществующим как существующим. И называющим несуществующим как существующим. То есть, в послании кремлина Павел пишет иудеям, живущим там, в Риме, и говорящим, что только те, кто евреи по своей генетике, могут быть сначала приняты в общество Господне, а те, кто нет, кто не по генетике, должны сначала стать евреями, то есть, сделать обрезание, а потом войти в общество Господне, Павел говорит, нет, категорически нет, кому-то нужно было зайти в эту благодать, через закон, а кому-то поверили, и все становятся одними и те же евреями, потомками Авраама, это говорю не я, это говорит Павел, автор двух третей книг Ветхого Завета, и Нового Завета, прошу прощения. И дальше, как связующее звено, нам очень хотелось, конечно, очень хотелось, чтобы послание к евреям написал Павел, но писал его не Павел, хотя написано послание к евреям святого апостола к Павлу, нет, его писал не Павел, к счастью и сожалению, его писал такой же наученный иудейским законом евреи, но не Павел, и это хорошо, потому что это еще одно мнение, которое подтверждает то, о чем мы с вами говорили. Как совершающее звено всего этого должен был прийти кто-то, кто уравняет всех в глазах Бога, кто даст нам всем одно и то же обетование, кто даст нам всем одно и то же покровительство, кто принесет за нас всю жертву, которую мы можем долго принести, и который будет являться как Авраам, отцом множества народов, заступником множества народов. Потому что иначе быть не может, человек, язычник по своей натуре, то есть идолопоклонник, не может войти в Царство Божие. Если кто-то за него не походатайствует, так или нет? Или может все-таки? по-моему, я читаю Библию, там, если же не может. Исайя, 53 глава, 12 стих. посему, я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу. За то, что я предал душу свою на смерть, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда, как он понес на себе грех многих, помните, отец многих, и понес на себе грех многих, из-за преступников сделался хадатай. То есть, Бог явился во плоти, великая благочестивая тайна, помните, послание к Тимофею, и великая благочестивая тайна, Бог явился во плоти, прославлен, превознесен перед ангелами, и так далее, не помню точно этих текстов, Бог явился во плоти, написано, что Он понес на себе грехи многих, многих, это не 10-15 человек, и там написано грехи множества людей понес на себе, то есть, искупил множество людей, и здесь написано, не написано, евреев Он искупил только, или может быть, только язычников, написано множество, так же, как и там, написано, что, в Аврааме написано, что они будут потомками Его, и Он будет не прославиться всем племенативным, и будет Отцом множества народов. Евреям 27 глава, 26-27 стихи. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как первосвященник, и приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он, совершил это однажды, принеся жертву себя самого. То есть, сегодня, ведь там не написано в Писании, что Бог послал Иисуса, чтобы искупить грехи еврейского народа. Это подразумевается, что, естественно, Он пришел к своим, своим, и принял Его. И они должны принести его уже. И первосвященник у Каяфи это было открыто. Он сказал, пусть лучше один человек умрет за весь народ, чем потом весь народ пойдет в преисподнюю. Вот здесь написано, что ибо так возлюбил Бог, что? Мир. То есть, не только евреев, не только Авраама, Исхака, Якова и потомков Якова. Но мир весь, чтобы всякие, написано, верующие в Него не погибли. А что значит верующие в Него? Корень слова вера оттуда же, что и Авраама поверил Богу, это вменится ему в праведность. А если ему это вменится в праведность, то праведники, написано, Бога узрят. Чистые сердца. Так ведь написано? И для этого Иисус умер. Он умер для того, чтобы все, кто поверит Богу, стали евреями не только по генам, но и поверить. А что делать тем, кто еврей не по генам, он не может спастись? Может. Нужно поверить в Бога, поверить в Богу. И это вменится ему в праведность. И он спасется таким образом. Поэтому, возвращаясь к началу нашей сегодняшней проповеди, еврей, это не тот, кто имеет штамп в паспорте еврей. Кстати, не факт. Если у него мама еврей, говоришь, не факт, что он еврей. Почему все так боятся анализов ДНК делать в Израиле? Знаете? Потому что еврейство по матери не передается. Здесь треть Израиля придется выселить отсюда, лишить гражданства. Потому что еврейство не передается по матери, передается только по отцу. и никто сегодня не может доказать своего еврея. Поэтому боятся делать анализ ДНК. Но если сделаем анализ ДНК, большей части евреев здесь не будет еврейств в Крове. Но веровав в Иисуса Христа, мы все становимся евреями по вере. По-любому. По-любому. И это то, о чем пишет нам Писание. что если мы верим в Бога, это вменяется нам в правильность. Соответственно, родина у евреев, Кург-Газдим, город бесов. Каждый из нас жил в каком-то своем городе бесов. Мы когда-то узнали Бога, услышали Его голос, и Он сказал пошли. И мы пошли, и мы стали евреями, переходящими из города бесов в землю обетованной. А потом, чтобы мы действительно были уже омыты и очищены, как мы с вами сейчас читаем в книге Левит. Не жертвы овнов, козлов и волов омывают нас, а кровь Иисуса Христа. И Он для этого пришел и умер. Сегодня, мало того, что Он за нас умер, пролил свою кровь, Он еще и ходатайствует за каждого из нас. Это ли не та благодать, которую мог только Авраам мечтать? И вот за то, чтобы мы сегодня могли доносить до Него эти молитвы. Нам нужно проверить свое сердце. Нет ли у нас каких-то зачатков и салов? Что мы готовы за какую-то мелочь, за какую-то похлебку судьба, просто потому, что мы голодные, отказаться от участия в Божьем Царстве. Вот. Это произойти не должно. Мы должны быть всегда верны Богу. И за это мы сейчас будем молиться. Прежде чем мы будем молиться, это чтобы каждый сейчас взглянул свое сердце. И посмотрел, насколько ему действительно Бог сегодня нужен. А я хочу вам сказать, что Бог нужен нам в любом случае. Хорошо нам нужен Бог, плохо нам нужен Бог, нам нехорошо и неплохо нам все равно нужен Бог. Потому, что в четвертой главе книги Экклезиаста написано, что если человек без Бога, он сам поспитает животное. Животное. Мы ничем не отличаемся без Бога. Ни от собаки, ни от кошки, ни от коровы. Но Бог создал нас особенный Бог. Он восписывал нас над всем животным миром. И дал нам все живое во владении. А человек, который не имеет Бога в сердце, он не может быть правильным управляющим. И Иосиф в Египте управлял, потому что, не потому что он был крутой и умный, он большую часть своей жизни в тюрьме провел, у него даже на образование времени не было. Но он управлял всем, потому что написано «С ним был Бог». И за это нужно молиться, чтобы с нами был Бог. Бог не был с Исафом никогда, он был всегда с Янгом. Именно поэтому Исаф ему ничего не смог сделать. И мы не должны уподобляться Исафу, и не должны потерять ни с моего спасения, ни с моего первородства. Мы все первородные дети Божьи. Все. Но не потому что у нас Отец Авраам Исаакий, но потому что мы в Церкви Иисуса Христа. Если мы с Ним, то мы всегда там. Если мы на секунду не с Ним, то у нас есть риск оказаться за дверями. Давайте будем и подать. Отец Небесный, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам веру, этот дар веры, с помощью которого мы можем приходить к Тебе сегодня. взывать к Тебе. Написано, перед престолом благодати Твоей стоять, и все, что мне дан, возносим к Тебе сегодня в согласии. Ты слышишь, и все наши нужды восполняешь, Господь. Не потому что Ты, Господь, просто хочешь являть нам какие-то чудеса, знамения и фокусы, а потому что Ты возлюбил тех, кто с Тобой, а тех, кто отдал свое первородство за мелочь, Ты отверг. И будешь разрушать все, что они будут строить, пока они не покаются и не вернутся к Тебе, Господь. И ради этого Ты отдал Сына Своего Единородного, для того, чтобы всякий верующий в Его не погиб, но имел жизнь вечную. Я прошу Тебя, Господь, сейчас прямо коснись наших сердец, избавь нас от любого неверия, избавь нас от любого наследия Исала, от любого наследия вот этого города бесов, в котором мы жили до покаяния, Господь. Я прошу Тебя, чтобы Ты сейчас коснулся каждого, чтобы вот дух покаяния просто пришел нам сейчас на сердце и показал нам, насколько Ты являешь Свою славу в нашей жизни каждый день, и мы хотим ее видеть каждый день. И что ничего не может действительно отлучить нас от любви Твоей. Никакая ни высота, ни глубина, никакая другая тварь. Но только Ты, Господь, можешь любить нас той любовью, которую не может возлюбить никто. И мы хотим эту любовь ощущать каждый день в нашей жизни. Мы хотим стать Твоими и по верам, и по вере, и по генам, Господь, и по нашему исповеданию наших уст, потому что написано, что в сердце веруют праведность, и устами исповедуют ко спасению. Мы исповедуем, что мы Твои, Господь. Мы Божьи, мы дети Божьи, мы дети Царя Великого, Создателя Неба и Земли. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты там дал эту привилегию. Сейчас я просто высвобождаю это великое и святое имя, и по которым другого имени нет поднимок, который нам суждено было бы спастись. Ты заповедовал еще евреям в пустыне провозглашать это имя на каждого, и тогда оно будет на каждого из нас. Еврехеха Адонай вишмиреха, Иса Адонай пана велеха, Иаэра Адонай пана велеха вейхунеха, ваясам леха шлабок, вешем Ишуа Машеха, Мелеха Нахим, Адонна Адоним, и Олам ваену. Амин.